Вот то, что мне докладывали, то, что мне Александр Олегович показывал, вызвало у меня просто огромные чувства, но если хотите, просто откровенно я могу сказать, что возмущение, где-то даже, если хотите, просто злость. Я напоминаю, в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с нашей моделью, которая есть в Ульяновской области, которую я еще в 2005 году создал, в 1 сентября 2019 года должна быть 100% техническая готовность к новым отопительным сезонам. Все, кто не будет иметь 100% техническую готовность, будут иметь возможность объяснить, все, кто не сумеет объяснить, будут иметь возможность написать заявление о освобождении от занимаемой должности. Кто бы какой должности не занимал – министр, директор департамента, руководитель учреждения или руководитель управляющей компании или организации. И поверьте мне, не очень большое отличие, что это за организация – бюджетная, государственная, муниципальная или частная. Я просто прошу еще обратить внимание. У нас и сегодня есть, прошу учения, административная ответственность. У нас и сегодня есть возможность дисциплинарно ответственности привлекать людей, которые, так сказать, обязаны подготовить всю инфраструктуру Ульяновской области к отопительным сезонам. Плохо то, что мы этим не пользовались. Плохо то, что мы пытаемся, так сказать, какие-то, так сказать, найти объяснения, что вот это здесь вот не получилось. Кто не хочет делать, тот всегда найдет объяснение того, что не сделали. Что в случае неготовности ваших учреждений, то вы принесете персональную ответственность. Я уже не говорю про конкретных руководителей, которые будут точно и будут требовать освободить от занимаемой должности за неготовность к отопительным сезонам. Второе. Значит, информации много было, но не полная. Вот, допустим, Борис здесь присутствует, достаточно такой объедливый человек, так же, как и я, кстати. Значит, может быть, наш там предыдущий служба заставляла быть объедливым. Так вот, я не услышал вообще, а как управляющая компания готова к содержанию территории? Я не услышал, как предприятия муниципальные готовы к содержанию территории. Я, в общем-то, не услышал ничего, что у нас с аварийным запасом интернет-технических средств. Потому что я думаю, что здесь люди, наверное, все достаточно весьма приземленные. А я мэром, губернатором, уже два десятка лет работаю, проходил, так сказать, огромное количество зим, разных и теплых, и суровых. И таких вот средств тем всемирным климам-то. И видел, ни одной зимы не видел, чтобы не было, так сказать, аварийных ситуаций. Что у нас с материальным техническим запасом? Не услышал ничего. Это что, так сказать, не входит в пользу, в сферу внимания, так сказать, министерства? Девушки не говорят о том, что я здесь вот не вижу. В регламенте Валерьевны здесь? А почему не пригласили министра, который отвечает за содержание торог в муниципальных образованиях как министров? Или это не касается зимы? Или у нас зимой, в общем-то, снег, слятость, лед и вся, так сказать, там неприятная составляющая к нам на нас не опускается? Или мы там, как в Италии, будем жить в замечательных комфортных условиях? Ничего не слышал? Ничего не слышал о готовности шанса в инструменты у дворников? Или у нас все там чудесно хорошо? Коллеги, я хочу сказать, что я очень много чего не слышал. Если мы говорим о подготовке к отопительному сезону, если мы будем смотреть на муниципальное образование, значит, в зоне риска находятся, ну, как минимум, Корсунский, Индинский и Теренгульский районы. Еще не красный цвет, но очень ярко, горячий, желтый цвет. Ну, и что вообще, так сказать, горящий цвет у города Муренцев. И я не вижу никакого, так сказать, вот здесь сейчас письма, чтобы было официальное предостережение. Мною губернатором вынесено в адрес глава администрации этого муниципалитета. И чтобы я, так сказать, вот, мы только сейчас вот обменивались с главной контролирующей нашей, так сказать, организацией, с прокуратурой Российской Федерации по Ульяновской области, что мы очень жестко будем подходить ко всем, кто не будет соблюдать такой вот, скажем так, стопроцентную готовность к отопительным сезонам. Я так напоминаю о том, что за все эти годы мы самое ранее начинали отопительный сезон в 20-х числах с сентября месяца. Или вы думаете, тут все собрались о том, что у нас лето будет до ноября месяца, до декабря. Это у тех, кто там работал до нас, в той администрации. Отопительный сезон начинался, так сказать, там в ноябре месяце. Правда, и заканчивался там пораньше, там было в марте. А то я тоже смотрю, так сказать, стали более излишне, так сказать, белые, пушистые, излишне стали входить в положение дел. О том, что ну вот ты понимаешь, ну конечно понимаю. Ни у кого никаких понятий не должно быть, кроме одного. Наметили планы в апреле месяца, готовясь к новому отопительному сезону. 100% в соответствии со сроками должны быть выполнены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова